На очередном заседании градостроительного совета был рассмотрен всего один вопрос. Проект памятника труженикам тыла, узникам и детям войны. Еще несколько лет назад с инициативой главе Дмитровского района о строительстве памятника обратился Совет ветеранов. И вот подошло время его обсуждения. Эскиз членам градосовета представил известный архитектор Ростислав Нарский. Своё выступление началось со слов «Без тыла не бывает фронта». Место для строительства памятника выбрано по соседству с мемориалом «Вечный огонь» на Советской площади. По мнению архитектора, памятник труженикам тыла, узникам и детям войны гармонично дополнит существующий мемориал. Памятник предполагается построить из гранита. Справа и слева от надписи в гранитные плиты будут вмонтированы две бронзовые медали. Ростислав Нарский показал эскиз медалей. На эти элементы памятника возлагается большая смысловая нагрузка. На одной из медалей надпись «Всё для фронта» дополняют рабочий столевар, мальчик, цех завода и ракеты. На другой надпись «Всё для победы» и изображение женщины с младенцем в руках и с ног пшеницы. После представления эскиза начались прения. Председатель Дмитровского совета ветеранов Евгений Рыбаков заметил, что памятник должен по форме и содержанию отражать суть. Здесь должны быть и труженики тыла, и узники, и дети войны. С таким мнением согласился дмитровчанин Алексей Поливанов. Он предложил архитектору Нарскому дополнить медали изображениями мальчика, ставящего за станком девочки, держащей в руках золотые колоски, легендарной Тани Савичевой, трагически погибшей в блокадном Ленинграде. По словам главного архитектора Дмитрова Валерия Михайлова, в ближайшее время из районного бюджета будут выделены средства на покупку Днепропетровского гранита. Памятник планируется построить до зимы и торжественно открыть в канун Дня Победы.